Задача современного дошкольного образования Это не просто количественное накопление знаний у детей А это самое главное развитие у детей их узнавательных способностей И стремление к творческому поиску В связи с этим в педагогическом процессе Все чаще и чаще начинают использовать Разный нетрадиционный дидактический материал И среди этого дидактического материала являются палочки Кюзенера Это щетные палочки, которые еще называют числа в цвете Цветными палочками, цветными числами, цветными линейками Разработав этот яркий, привлекательный дидактический материал Виндийский математик, учитель начальной школы Джордж Кюзенер В 1952 году он опубликовал книгу числа и цвета, посвященную своему пособию И которая прежде всего играет большую роль в развитии у дошкольников математических способностей Давайте сейчас узнаем Из чего же у нас состоят цветные палочки Кюзенера Откроем свои коробочки Рассмотрите эти палочки И скажите пожалуйста Чем палочки отличаются друг от друга? От цветных параметров Правильно В комплект входит 116 деталей Каждый цвет обозначает определенное число Чем длиннее палочка, тем у нас палочка больше указывает число Допустим самая маленькая палочка в комплекте Это белая палочка Потом идет розовая Она обозначает число 1 Розовая палочка обозначает число 2 Голубая палочка число 3 Красное число 4 Желтое число 5 Фиолетовое число 6 Черное число 7 Бордовое число 8 Синее число 9 Оранжевое число 10 Еще следует обратить внимание на то Что палочки разноцветные имеют разное количество штук в комплекте То есть от 25 штук до 4 штук То есть самая длинная палочка Оранжевая и микроры 4 штуки Работа с палочками предусматривает два этапа Это первый этап реализуется в младшем и среднем возрасте А второй этап реализуется в старшем дошкольном возрасте Но так как тема моего мастер-класса Это развивающие игры с палочками клюзера для детей младшего и среднего возраста То я вам предлагаю узнать какие игры можно использовать на первом этапе И сейчас мы с вами немножко поиграем Итак, в младшем и дошкольном возрасте Палочки используют как игровой материал То есть дети играют с палочками Как с обычными кубиками Как с обычным конструктором и мозаикой Но важно знать детям Как выглядят эти палочки Какой цвет палочки имеют Какой длины палочки бывают И поэтому можно провести Самые простейшие игры упражнения Итак, давайте сейчас С вами поиграем в игру Покажите мне палочку синего цвета Так, хорошо Покажите мне палочку желтого цвета Покажите фиолетовую палочку И найдите такую же палочку Это вот первое такое упражнение Которое можно использовать При ознакомлении людей с палочками Следующее упражнение Такое То есть поднимите, пожалуйста, правую ладошку А теперь Возьмите, пожалуйста Столько палочек Сколько сможете удержать А теперь назовите цвет каждой палочки Пожалуйста, назовите цвет каждой палочки Так Так Можно еще дать такое задание Допустим Найдите среди взятых палочек Палочки одинакового цвета Есть такие палочки Две красных У кого-то много Две синие у меня Четыре красных Так Хорошо Так Хорошо Молодцы Ну, смысл таких простых упражнений Вам, я думаю, понятен Теперь я предлагаю вам Из палочек Построить три дорожки То есть белую дорожку Розовую дорожку И голубую дорожку Ну, можно использовать Около синие палочек Каждой дорожке Другой дорожки Белую, розовую И голубую дорожку Нет, дорожки должны быть Как бы В одну Рядом Да, рядом Друг с другом То есть Не просто Чтобы выкладываете Это И голубая дорожка Да, да, да Хорошо Построили все дорожки Теперь я Воспитатель предлагает детям Допустим, сравнить эти дорожки Вот Сейчас мы их сравним Какая дорожка Получилась Самой длинной Грубая Так, хорошо Какая дорожка Получилась короче Грубая А какая получилась Самая короткая дорожка Грубая Хорошо Молодцы Вот это одно Тоже из упражнений Которые вы можете Использовать В своей работе Теперь Следующая игра Называется Построим Заборчик Здесь можно С помощью Игрового приема Ну как бы Разыграть С ребятишками Игру Допустим Представьте себе Что В зоопарке Из вольеров Убежало Двое животных Разных По величине Надо Для них Построить Заборчики Для высокого Животного Вы строите Высокий Заборчик А для низкого Животного Вы строите Короткий Заборчик Так Животные Вот они Перед вами Берите животные Берите животное И стройте Для Высокого Животного Мы строим Высокий Заборчик А для низкого Низкий Заборчик Можно по кругу. Как ваша фантазия сработает? Нет, вот именно за бочком. Да, за бочком. С толпиком и ставим. Нет, за бочком вот. Для животного. Так, а для низкого животного тоже мы низкий заборчик. Так, хорошо, давайте теперь, когда дети построили заборчики, я, воспитатель, может спросить, какого цвета получились высокие заборчики, а какого цвета у вас получились? Низкого. Пожалуйста, какого цвета у вас получились? У меня у высокого слона получился аранжевый забор, а у маленького низкого мусорода есть не audкий. Так, пожалуйста, у вас? У меня низкий заборчик, а цвет оранжевый. Хорошо, а здесь вы фантазировали, скажите, пожалуйста, какие у вас заборчики получились в высоте, а какие низкие Для высокого – оранжевый и синий, а для низкого – фиолетовый, красный, желтый. Хорошо. Молодцы. Когда дети усвоят цвет палочек, размер палочек, то можно уже предлагать детям игры более посложнее. Сейчас вы палочки соберете в коробочку. Есть такая очень интересная игра – коврик для куклы Маши. В гости к детям приходит кукла Маша. Она пришла не просто к вам, она пришла к вам с просьбой. У нее очень большой, красивый дом, но на полу у нее нет ковриков. И она просит помочь вам сделать коврики для своего дома. Вы готовы помочь? Готовы. Готовы. Тогда из комплекта вы должны взять самую длинную палочку. Какая это будет палочка? Оранжевая. Оранжевая, правильно. Это и будет длина вашего коврика. То есть одну палочку, а одну палочку оранжевую берем. Итак, сейчас дальше вы должны продолжить этот коврик, используя другие палочки, но так, чтобы палочки эти не были длиннее, чем длина оранжевой палочки. То есть вы должны уложиться в длину оранжевой палочки. Длина оранжевой палочки. Длина оранжевой палочки. У нас же длина коврика должна быть равняться длине оранжевой палочки. Подхер. Дди-да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...